Аудиокнига Никиты Непряхина «Гни свою линию. Приемы эффективной коммуникации». Введение. Написано немало книг о коммуникационных процессах, издано много разных пособий, рекомендаций по ведению переговоров. Кажется, придумать новое невозможно. Но моя задача – систематизировать необходимые знания и предложить краткий курс общения, акцентируя внимание на самом существенном для грамотного введения разговора, и делового, и дружественного. Позвольте представиться, Никита Непряхин, юрист, лингвист, практикующий тренер, теперь и автор книги. Коммуникации очень значимы не только в бизнесе, но и в повседневной жизни. От них зависит, насколько успешны мы в той или иной области. Я назвал эту книгу «Гни свою линию. Приемы эффективной коммуникации». Считаю, что успех любого дела, как минимум на 50%, зависит от коммуникативной компетентности человека. Глупо полагать, что умение правильно говорить – это все, что необходимо, чтобы быть богатым и счастливым. Будем использовать термин «коммуникативная компетентность», под которым понимают совокупность знаний вербальных, речевых и невербальных, неречевых навыков общения. А также способность ситуативного реагирования, то есть умение в любой ситуации находить оптимальное коммуникативное решение и адаптироваться при изменившихся условиях. В ней представлены не только многочисленные теории разработки, которые уже существуют в науке коммуникаций и составляют ее базис, но и собственный практический опыт тренера по коммуникативным практикам. Материал в книге изложен тезисно, просто и доступно. В каждой главе выделены законы – те ключевые моменты, которые являются основополагающими для эффективной коммуникации. Глава первая. Что есть коммуникация? Сказать, что интерес к коммуникативным процессам возрос в последнее время во всем мире, значит не сказать ничего. Коммуникация становится объектом исследования разных научных дисциплин – психологии, социологии, кибернетики, лингвистики, политологии, социобиологии и многих других. Нелегко справляться с информационными потоками, которыми насыщена жизнь современного человека. Коммуникативные процессы пронизывают все сферы нашей жизни. Приятно наблюдать, что интерес со стороны науки к такому сложному явлению в последние несколько десятилетий значительно возрос. Появились междисциплинарные исследования, в рамках которых рассматриваются основы и законы коммуникации. Есть Международная коммуникативная ассоциация, Есть Европейский коммуникативный конгресс. Теория коммуникации и коммуникативные принципы исследуются в университетах во всем мире. А в США популярны такие специальности, как массовая коммуникация, коммуникативный менеджмент и так далее. Но все же, что такое коммуникация? Существует много определений и точек зрения. Но я предлагаю вашему вниманию самую понятную формулировку. Коммуникация – это общение, в процессе которого осуществляется обмен информацией, эмоциями и мыслями между двумя и более людьми с помощью вербальных и невербальных средств. Коммуникация – многоэлементное и сложное явление. Нам предстоит проанализировать все этапы процесса общения. Основные компоненты коммуникации Отправитель – тот, кто передает сообщение. Получатель – тот, кому передается сообщение. Сообщение – информация, которая передается. Канал коммуникации – средства передачи сообщения. Эффект – воздействие, которое оказало сообщение на получателя. Обратная связь – ответное сообщение и реакция, передаваемые получателем. В данном случае роли меняются, и получатель становится отправителем. Шум – своеобразные помехи для коммуникативной связи. Это могут быть как помехи объективного характера, например, физический шум, который мешает коммуникации, так и помехи субъективного характера, например, эмоциональное состояние получателя, который показывает негативную реакцию. Контекст – условия и обстановка, в которых происходит коммуникативная связь. Отметим, что сообщение в процессе передачи проходит несколько стадий. Отправитель преобразует информацию в вербальные и невербальные коды. Слова, визуальные образы, жесты, пантомимика. Получатель данное сообщение воспринимает, декодирует полученную информацию, то есть переводит его на свой язык, пытается его осмыслить. Таким образом, истинный смысл сообщения может искажаться в процессе коммуникации. Об этом необходимо помнить. Сформулируем главный и, пожалуй, самый сложный закон коммуникации. Закон первый. Не важно, что вы хотели сказать. Важно, что понял ваш собеседник. С одной стороны, это утопия. Это то, к чему должен стремиться любой человек, считающий себя успешным коммуникатором. С другой стороны... Сэмпл конкретный. Готовы продолжать? Продолжение следует...